Снова непогода в Хабаровске, а перед этим еще и были ураганы. Стали нам люди писать по поводу текущих крыш. Поэтому мы снова решили поговорить с представителем госконтроля. У нас в гостях Александр Петрович Саласин, заместитель начальника главного управления регионального госконтроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, только давайте начнем с конкретного премьера. Я помню, что после урагана, по-моему, в начале еще июня, нам писала женщина, я запомнил, потому что адрес был улица Украинская, и, по-моему, ее звали Елена Михайловна. Я тогда посоветовал, а напишите-ка в Рио, губернатор. Она написала. И давайте покажем. Я узнал из одноклассников Дмитрия Демешина, что ее проблема решена. После вмешательства как раз Дмитрия Демешина, ну и этим занимался наш региональный госконтроль. То есть все улажено. Как это было, давайте расскажет наш гость Александр Петрович. Да, действительно, обратилась гражданка через официальные сети, одноклассники Рио-губернатора. Нам было поручено разобраться в этом вопросе, что длительное время не производится ремонт кровли. Связались с управляющей компанией, которая обслуживает этот дом, и через сутки все было сделано. Слушайте, вот знаете, у меня тогда вопрос. Без обращения к Рио-губернатору, я представляю, сколько обращений просто поступает. Просто если Дмитрий Демешин будет лично заниматься каждой крышей, наверное, не совсем. Ну да, нужно же заниматься более глобальными вопросами. Есть ли это вот в идеале, да, делать, то есть лучи идеального газа, без обращений к чиновникам высшего уровня? Вот как это должно происходить? Что касается кровель, если потекла кровля, управляющая компания по заявке гражданина обязана, еще раз говорю, обязана в течение суток устранить протечки. А вот эта жительница, Елена Михайловна, по-моему, она обращалась в управляющую компанию? Ну да, было, что она говорила, да, что действительно она обращалась в управляющую компанию. Были одни обещания, ну вот после нашего звонка, почему-то быстро в течение суток все было сделано. Ну вы знаете, просто у меня перед глазами-то пример моих родителей, которые живут на последнем этаже, и каждую весну, в общем, натяжной потолок начинает провисать, потому что что-то там происходит. Вот если управляющая компания даже пытается что-то сделать, то есть они ижидко приходят, что-то переделывают, что-то перекладывают в этой кровли, но не получается. Вот здесь как нужно решать этот вопрос? Ведь страдает и имущество, да и время тоже, и нервы у людей нежелезные. Да, здесь есть разные ситуации в данном моменте. Где-то может быть требуется капитальный ремонт кровли, где-то текущим ремонтом можно заделать. Но есть разные ситуации, потому что если требуется капитальный ремонт кровли, здесь уже не обойтись, так скажем, теми средствами, которые имеет сама управляющая компания за счет текущего содержания. Поэтому здесь только решение общего собрания собственников выходить на рек оператора, на капитальный ремонт, сбор денег, и только после этого делается капитальный ремонт. Может, ну, если люди, да, которые живут в этом доме, ну, не все живут на последнем этаже, то есть там одна десятая часть или одна пятая часть, не все, может быть, люди согласны, да, с тем, что нужно делать капитальный ремонт, ведь это работает, достаточно шумно, это затратно. Вообще, кто принимает решение помимо собственников? Может быть, инициатором управляющей компании или ТСЖ, которые просто смотрят на крышу и говорят, ребят, ну, надо им делать. Да, конечно, может быть и ТСЖ, и управляющая компания инициировать проведение общего собрания. Но, опять же, все будет зависеть от самих собственников. Если собственники не проголосовали... Верхний этаж и будут страдать дальше. Давайте все-таки вернемся к экстренным случаям. Потому что, действительно, после урагана, после сильного дождя, там каждый раз пишут люди и говорят, что вот потекла крыша. По одной ситуации, независимо от того, насколько серьезное повреждение, эксплуатирующая организация, то есть управляющая компания, либо ТСЖ, они обязаны в течение суток устранить это, да? Да, в течение суток устранить протечку с кровли, потому что вот если в этой ситуации брать, то там сорвало там целый кусок азбец-сантиментных листов и конек. То есть, ну, они обязаны сделать так, чтобы на голову не капало. Вот так вот. Я просто подозреваю. Кстати, позвоните, пожалуйста, те, у кого такое случалось. В течение какого времени у вас управляющая компания реагировала? Я, если честно, сильно сомневаюсь, что в принципе у нас так бывает, чтобы в течение суток управляющая компания, в течение суток среагировала, как правило, все-таки несколько недель проходит, да? Ну, и судя, да, вот из опыта, из жалоб, которые к нам поступают именно по протечке кровли, так оно и есть. В редких случаях где-то процентов 10 в течение суток делают, в основных случаях нет. А управляющая компания несет за это ответственность? Да, конечно. То, что они вовремя не сделали? Да, административную ответственность. В случае, если к нам поступает жалоба от гражданина, мы выходим, смотрим, действительно подтверждается, даже если на момент проверки они все сделали, но мы видим, что длительное время человек обращался, и это подтверждается какими-то документами, здесь однозначно будет административная ответственность. А с Еленой Михайловной как было? Здесь исключительно все пошло по телефону, оперативно все было сделано, но документов как таковых у нас нету, что она обращалась только на словах. Ну поэтому давайте на будущее, вот вы запишите телефон горячей линии госконтроля, чтобы потом иметь доказательства, что вы действительно обращались. Каждый раз, когда у вас что-то случается подобное, вы звоните и сообщаете. Вот такая-то управляющая компания вовремя не отреагировала. Знаете, мне еще такой момент интересует. Ладно, управляющая компания, может быть, согласилась заделать эту кровлю, можно обойтись каким-то локальным ремонтом, но вот пошли дожди до этого, до обращения, и залило бытовую технику, новый ремонт, значит, только сделанный. Вот здесь можно ли истребовать как-то ущерба, вообще как доказать его? Нет, если произошла протечка с кровлей, в результате которой было поражено какое-либо имущество, там, я не знаю, техника, оргтехника, там... Ну, телевизор сгорел, да? Или еще что-то. Здесь в обязательном порядке, но они обязаны, это обязанность управляющей компании, либо ТСЖ прийти, составить акт, зафиксировать факт этот, и в случае, если это по вине ненадлежащего содержания кровли, однозначно возмещение ущерба за счет управляющей компании. Компании легко идут на возмещение ущерба, или это обычно только в судебном порядке решается? Ну, из практики редко, когда управляющая компания не идет на контакт, потому что, ну, там явно их вина и доказательств надо. Ну, а, кстати, имеет значение, какая форма управления в доме? У нас же не только управляющая компания бывает. Нет, ну, то, что касается управляющей компании, ТСЖ, там, да, это их обязанность, но проблема всегда будет, если непосредственный способ управления. Ну, это же деньги как раз тех жильцов. Да, жители здесь сами управляют своим домом, нанимают, значит, какие-то организации для проведения тех или иных работ. Здесь уже чуть-чуть будет посложнее. Можно спрошу еще про вот экстренные случаи, то есть достаточно редкие, но было и в Хабаровске у нас, было не так давно, когда срывают во время урагана полностью крышу. Да, ну, то есть... Ну, это не на Карломарксе было так. Ну, да. А тогда, ну, просто устранить течь в течение суток, наверное, физически невозможно же? Ну, смотри, какая кровля. Если там кровля с чердаком, то это возможно сделать. Если мягкая кровля, здесь, конечно, чуть-чуть посложнее. А к вам не обращали? Где-то месяц назад такое было, помните? На Карломарксе сорвалось полностью крышу. Нет, к нам официально, да, не обращались, потому что все было устранено в кратчайшие сроки. То есть, получается, такие работы... Даже такие масштабные работы, в принципе, можно, да? Конечно. Это удивительно, честно говоря. А вообще, много обращений? Их стало больше по поводу кровли, если так посмотреть за последнее время, или, наоборот, меньше? Как вы сами оцениваете работу управляющих компаний? Ну, текущие крыши, это обычно все-таки сезонные. Это сезонные, да, характеры. Сказать больше, меньше. Всегда все на одном уровне, и поэтому разные ситуации. Где-то сильный ветер пошел, все, больше жалоб. Если нет дождей, жалоб нету. То есть, здесь все зависит от... Ну, я так подозреваю, это лето, оно неудачное, да? Да. Практически весна. К сожалению, да. Скоро уже заканчивается. Ну, напоминаю, если у вас потекло с потолка, в течение суток, суток, управляющая компания должна устранить течь, а потом уже разбираться, какие там должны быть работы. Если этого не случается, сразу же обращайтесь в органы государственного контроля, чтобы зафиксировано было, что вы... Ну да, и давайте проговорим еще, какие документы обязательно. Вот акт, это обязательно, да? Потому что может прийти сантехник, ну, или сантехник, кровельщик от управляющей компании, сказать, да, здесь течет, мы сейчас все исправим, вот распишите, что здесь все нормально, и он ушел. А имущество повреждено. Вот здесь на какие моменты нужно обязательно обратить внимание? Нет, да, вот как вы сказали, часто такое бывает, когда граждане не понимают, что они должны. Поэтому здесь однозначно должен быть составляться акт в присутствии заявителя. В этом акте должны быть указаны причины этой протечки. И в случае, если повреждено какое-то имущество, в обязательном порядке в акте должно быть указано, что повреждено. А этот акт, ну, по идее, управляющая компания должна заставить? А если отказывается? Ну, здесь, если отказывается, ну, во всех многоквартирных домах есть совет дома. А, совет дома, да. Совет дома, пожалуйста, три свидетеля составляются акт. Если у управляющей компании не идет контакт, в конце концов, обращаться к нам, мы выходим, составляем акты. Спасибо. У нас в гостях был Александр Петрович Саласин, заместитель начальника главного управления регионального госконтроля и лицензирования правительства Хабаровского края.